Приложение не поддерживает это USB устройство. Братан, это не устройство, это машина. Я не могу подключить наушники от Самсунга к апельсиновскому телефону, не могу. А приложение, приложение я тоже не могу установить, не могу, потому что оно нигде не отображается. Как, как работать с этим телефоном, я ничего не могу понять. Android, ваша машина, злости просто не хватает. Уважаемый Google, на кой хрен мне чистить оперативную память? Точно Google Pixel проиграл тут iPhone, Google пытались выпендриться, не получилось, и в итоге сделали какую-то хрень, которая в итоге не работает. Производительные игры и быстрая зарядка этому телефону не рекомендуется. То есть, представляете, друзья, у меня логика. Я должен открыть приложение, закрыть все приложения, а потом еще устанавливать приложение от Касперского и оттуда закрывать приложение. Тупизм полнейший. Короче, когда вы включаете свой Google Pixel, самый защищенный. Google, это к вопросу, а настрой как? Самый защищенный ваш смартфон, который изначально с коробки настроен, не самозащищенный. Вот эту хрень использовать нельзя. Это прям 100%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, всем привет, с вами Роман Ястреб. Ну что, вы меня очень сильно просили сделать обзор на Google Pixel 7 серии. Да и, что греха таить, я сам очень хотел, потому что я принял решение уходить с iPhone. Ну как уходить? Взять второй Android, чтобы в случае чего я с iPhone не прикрылся, да, если там что-то заблокирует. И знаете, это действительно мне было очень интересно. Google Pixel, наверное, это тот телефон, который ты каждый день берешь и такой вау, вау, вау. Я понимаю, что, наверное, многие фишки, которые я буду сейчас рассказывать, и многие нюансы, когда ты встречаешься с Android смартфоном, большая часть пользователей Android уже знали, либо, ну, знали 80-90% из того, что я говорю. Но я, как заядлый был фанат долгое время iPhone, сейчас реагирую именно так. Поэтому уверен, вам будет очень интересно увидеть мою реакцию и реакцию окружающих людей, кстати, которые тоже с iPhone, и они реагировали точно так же на этот Pixel. Я буду вам говорить, как они реагировали. Так что давайте, значит, построим следующим образом этот обзор. Мало того, естественно, вы узнаете полностью технические характеристики Google Pixel 7 серии. И вы теперь сможете посмотреть Google Pixel на сайте roman-ястреб.com. Теперь там доступен Google Pixel, и вы можете посмотреть и сравнить то, что вам необходимо, и выбрать под себя. Вот. И перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить магазин TechnoDeus, который как раз и предоставил мне этот замечательный смартфон. Причем ребята дали мне его на неделю, без всяких предварительных условий. Просто, Ром, спокойно снимай, делай, как считаешь нужным. Это очень круто. И, соответственно, сказали, делай, как хочешь. Главное, чтобы зрители увидели истину. Поэтому, если вам нужны iPhone, Google Pixel или любая другая техника, Apple, Google и тому подобное, зайдите на их сайт, у них огромный каталог. Выберите то, что вас интересует, и покупайте у хороших, прикольных ребят. Так что, TechnoDeus, огромное вам спасибо. И перед тем, как мы начнем, я сразу скажу. Давайте мы, значит, сделаем обзор следующим образом. Я не хочу делить обзор, знаете, стандартно. Как, типа, вот минусы, с которыми я столкнулся, вот плюсы, с которыми я столкнулся. Давайте я построю обзор на впечатлениях и эмоциях, как пользователь iPhone, который столкнулся с Google Pixel, начиная его с первой активации. То есть, я телефон активировал, включал, начал устанавливать. Я думаю, что это как раз будет очень интересно, потому что мы же так именно получаем опыт. То есть, у нас, мы берем телефон, и у нас нету только плюсы, только минусы. Мы как раз вперемешку все и получаем. Так что, я думаю, вам тоже будет это интересно. Так что, давайте не будем затягивать, и поехали. Итак, первая реакция, когда я взял этот телефон. О май гад, какая огромная камера. И что самое интересное, это очень круто. Мне очень понравилось. Почему? Потому что я, наконец-то, избавился вот от этих вот люфтов, которые у меня есть на столе. Когда iPhone лежит, и у него вот эта часть только одна, тебе приходится брать чехол, чтобы iPhone не скользил. В данном случае, конечно, с Google Pixel можно сделать точно так же. Но, если вы привыкли носить тонкие чехлы или что-то в этом роде, то в этом случае прикольно, что телефон лежит прямо ровно, без всяких люфтов. Это первый достаточно серьезный плюс. Но, ты сразу обращаешься на другой неприятный момент. Google, зачем вы выровняли стекло в камере с металлической защитой? Вы же сделали фонарик углубленный. Почему нельзя было сделать точно так же со стеклом на объективах? На кой хрен выравнивать? Понимаете, что это будет по факту дополнительное царапание? Поэтому вы могли чуть-чуть сделать выемку для камеры, чтобы она заходила внутрь. Тем самым не будет вот этих вот сильных царапаний. Короче, я считаю, что это не совсем практично. И нужно, получается, брать чехол, который не просто будет вот эту вот толщину нивелировать, а еще и чуть-чуть выступать от самой металлической защиты камеры, чтобы не царапать сами объективы. Тупость, тупость. Почему нельзя было сделать сразу изначально? Да, там бы немножко забивалась пыль, но можно было сделать очень аккуратно. И в итоге можно было сделать тупо практичнее. Поэтому это первое, на что я обратил внимание. Второй момент, который я обратил внимание, когда ты начинаешь активировать этот телефон, он очень дружелюбный. Точно такой же, как iPhone. То есть каждый шаг, они тебе все объясняют, что хочешь сделать, что не хочешь сделать. И что самое интересное, мне Google Pixel предложил. Слушай, хочешь перенести данные с iPhone? Я говорю, да, хочу. Короче, заходишь в App Store, скачиваешь это приложение и, соответственно, переносишь. Ты можешь подключить по проводу, я такой по проводу, к Android, я пока что-то боюсь. Давай по воздуху. И в итоге по воздуху, через все телекоменционные эти наши связи и технологии, я перекинул. 36 минут перекидывались данные приложения, фотографии, очень быстро, все стабильно. Сначала не было никаких глюков, сначала, как будто потом какие-то глюки были. Нет, сразу со старта не было никаких глюков. То есть Android никак не проявил себя как глючной системой в данном случае. И у меня Google Pixel спокойно настроился. Но, знаете, что я не понимаю? Я, конечно, потом обалдел, потому что я все-таки пользователь Apple зачастую. Я вижу, что у меня здесь ярлыки. Я начинаю устанавливать из Google Play приложения, их огромное количество. И такой, блин, а почему, где у меня приложения? Куда они добавляют? Сюда у нас добавляются. И тут их огромное количество. И в итоге здесь у нас одни приложения добавляются. Здесь у нас другие приложения добавляются. Да, е-мое. Вот здесь у нас другие приложения добавляются. И тут зачастую полная библиотека. Ребят, вот скажите мне идиоту. Я вот по-другому не могу сказать. Вот смотрите, мне нужно подключить вот эти вот дебильные наушники от Samsung. Galaxy Buds. Почему дебильные? Потому что они не подключаются к MacBook. И с Pixel 7 Pro они тоже не работают. Вот смотрите, я качаю приложение. Смотрите, делаю как, я не знаю, для дебилов рассчитано. Вот я не понимаю, вот этот Android. Все, установилось. Нету кнопочки открыть. Почему нету кнопочки открыть? Я хочу сразу открыть. Хорошо. Я иду на рабочий стол. Естественно, нигде оно не появилось. То есть, у меня нету. Здесь нигде. Я иду, естественно, здесь смотрю. Ну, тут же дофига приложений, да? Я же не хочу время тратить. Я нажимаю здесь. Вожу Galaxy. Он мне выходит в интернет. Хрен с ним. Давай искать ручками. Где это приложение? Скажите мне, пожалуйста, где? Как оно может так ставиться? Где? Куда оно делось? Перезагрузка не помогает. Я несколько раз переустанавливал и запускал. Где приложение Galaxy Buds? А знаете, почему я качаю приложение? А потому что вот эти вот дебильные наушники, они, значит, не ищутся вообще никак. Вот от слова совсем. У меня телевизор вот находится. У меня все подряд находится. У меня даже соседи находятся. Huawei TV у меня нету. Mi Kate. Это не мое все. Вот в соседних квартирах находятся. Вот эти вот дебильные наушники не находятся. КДЛ какой-то, понятия не имею, что это такое. Вот. Бравия. Еще, наверное, какой-то телек. Все, я даже достал один наушник. У меня не работает. Я не могу подключить наушники от Самсунга к апельсиндинскому телефону. Не могу. А приложение, приложение я тоже не могу установить. Не могу. Потому что оно нигде не отображается. Как? Как работать с этим телефонами? Я ничего не могу понять. Антроид в вашу машину. Злости просто не хватает. В итоге я удаляю. А он мне такой, точно хочешь удалить приложение? Конечно, я хочу удалить. Потому что оно не работает. Оно не работает. Вот этого нету. Этого всего нету. Итак, решение, что нужно установить определенное приложение от Samsung Galaxy. Так вот, скажите мне, пожалуйста, Samsung, вы больны там на голову, что ли? Я ничего не могу понять. Это все ваши приложения. Buds Manager, Buds Live Manager, Buds Pro Manager, Buds 2 Manager, Buds Plus Manager, Buds 2 Pro. Вы что, у вас руки не из того места расходят? Что, нельзя сделать одно приложение на все случаи жизни? Пипец. Просто. И в итоге это все хреново через колоду работает. Что за странная система, я не могу понять. Я понимаю, что если мне нужно приложение найти, я вот здесь это ищу. И вот это не очень удобно искать. Я не знаю, почему Google это поддерживает. Я не знаю, сколько мне надо сделать свайпов, чтобы найти то приложение. Здесь по рабочим экранам искать легче. Не совсем удобно, не критично, но неприятно. Я немножко больше туплю, чем интуитивно понимаю. И упорядочивание я, например, сделать. Я не могу, например, вот так вот работать, когда у меня две дырки. Я как бы перфекционист. Мне нужно, чтобы все было аккуратно. Это первое, что ты замечаешь. Далее. Когда я все установил, все приложения, которые мне необходимы, я начал их запускать, смотреть. Я вижу, что эти приложения очень быстро открываются, очень быстро запускаются. Ребята, в этом отношении Google Pixel великолепно, шикарно работает. Нету никаких даже моментов, связанных на подтормаживание. Несмотря на то, что из Play Market, из Root Store я все качал. Все санкционные приложения, там, из Bear и все, что там было удалено, и не суть. Телефон нагревается. Нету никакого даже малейшего провисания FPS с точки зрения герцовки 120 Гц. Тут поддерживается экран. Нету никакого малейшего провисания в работе. То есть, несмотря на то, что система нагревается, корпус нагревается, тоже около 42 градусов, нету никакого намека, что сейчас будут лаги. И это очень прикольно ощущается. Но, вот знаете, вот тут вот приходит опыт и логика с айфона. Скажите, пожалуйста, уважаемый Google, на кой хрен, я не понимаю, на кой хрен мне чистить оперативную память? Вот скажите мне, пожалуйста, зачем мне это надо? Ну, то есть, если вы понимаете, что у вас может быть какая-то проблема в работоспособности и часть оперативной памяти освободить, ну, так сделайте это в автоматическом режиме, в заблокированном, когда у меня телефон в режиме, либо ночью. Но сами можете как-то сами это делать? Получается так, что я беру айфон, я вообще не парюсь по поводу того, что сколько у меня там оперативной памяти используется, вообще какое количество, мне это вообще знать не нужно, потому что компания Apple обо мне позаботилась. Я могу даже приложение не закрывать, потому что компания Apple говорит, что типа не парься, братан, мы все оптимизировали. Здесь мне нужно об этом думать, как в Android. Но фишка даже не в этом, друзья, а в том, от чего я немножко приофигел, я не понимаю, что мне при этом делать. Короче, я запускаю приложение, сейчас я вам продемонстрирую, я запускаю приложение, потом я нахожу кнопочку закрыть все приложения, успокаиваюсь. И поскольку я установил много приложений, включая Касперскому, я Касперскому везде дал определенные доступы, я сейчас вам расскажу про Касперский. Я захожу в батарею от Касперского, и мне приложение от Касперского говорит, нет, братан, у тебя не все приложения закрыты, у тебя вот эти вот открыты. И когда ты запускаешь огромное количество приложений в течение нескольких дней, и потом их типа одной кнопкой закрываешь, тебе Касперский, ты заходишь в батареи Live, думаешь, ну там, сколько у меня там батарейки, на сколько хватит условно. И ты видишь, что тебе Касперский пишет там, в 12 у тебя приложения не закрыты, и потребляет сейчас энергию. И ты такой, what the you do, что вы делаете, зачем? То есть, представляете, друзья, у меня логика. Я должен открыть приложение, закрыть все приложения, а потом еще устанавливать приложение от Касперского и оттуда закрывать приложение. Тупизм полнейший. На кой хрен я вообще должен об этом думать? Я вообще, по факту, не должен пользоваться приложением программным для того, чтобы закрыть другие приложения. Логика просто железная просто. Я не понимаю, зачем вы Google так делаете. Сами сделайте. А если у вас есть кнопочка закрыть все приложения, значит закрыть все приложения. Надо закрыть приложение с фоновым режимом работы, значит сделайте вторую кнопочку. Закрыть приложение даже с фоновой работой. Ну то есть, зачем мне вот этот дополнительный геморрой, я не понимаю. В общем, эта ситуация мне не нравится. Я считаю, что она ущербна сразу, изначально, и от нее нужно избавляться. Теперь по поводу Касперского. Значит, поскольку это Android, я прекрасно понимаю, что это самый защищенный Android по факту на рынке с Google Tensor второго поколения. Titan Amstay чип, который максимально заточен на безопасность. Я устанавливаю Касперский. Я установил все приложения от Касперский. Я прям зашел в карточку Касперского Google Play и начал устанавливать все. Во-первых, что я вам рекомендую, как пользователям Android, в первую очередь, если вы пользователь Android. Пожалуйста, все QR-коды, которые вы сканируете, вы должны понимать, что там может содержаться вредоносный код. Поэтому перед тем, как его сканировать, вам нужно убедиться. А как вы в этом убедитесь? А никак. Вы же в глазу не имеете считыватель QR-кодов. Поэтому установите приложение QR-сканер от Касперского. И он будет в режиме онлайн проверять. Вот, если вы хотите получить полную защиту, там есть подписка в этом отношении. Ну, то есть, я не знаю сейчас, кому доверять, кроме Касперского. Буду, друзья, с вами честен. Поэтому я установил Касперский. И знаете, это чудо наблюдать, как Google Pixel, как компания Google, начинает сопротивляться Касперскому. А Касперский начинает сопротивляться Google. И это очень круто. Короче, в первый день я устанавливаю Касперский. Даю ему все доступы. Даю ему работу в фоновом режиме, чтобы он все мониторил и смотрел. Пока без подписки, спокойно все, чтобы он работал. Значит, проходит определенное количество времени. И Google Pixel мне, значит, показывает. Короче, вот это приложение Касперский. Чего-то оно подозрительное. Оно постоянно работает в фоновом режиме. Ты точно уверен, чтобы она работала? Ты хочешь, чтобы она работала в фоновом режиме? Я такой, да, хочу. Расслабься. Мне вот это вот от Касперского. Я ему все разрешаю. Значит, Касперский мне показывает. Короче, вот этот твой Google Pixel со своим Android. Какого-то хрена на несколько секунд показывает, значит, пароль на экране. Поэтому это вообще небезопасно. И что самое важное, он сразу говорит принять меры. Ты нажимаешь принять меры. И он сразу и меняет. Тебе идет в тот путь, где настройка в Google Pixel. Вот этот вот пункт, что прям по центру экрана, что типа ты можешь поменять этот пароль или убрать пароль. В итоге Касперский через свое приложение делает очень грамотно. Он одновременно и предупреждает об угрозах и образовывает тебя. Например, что мне понравилось? Я-то про это знал, но я же не знал, что он, Google Pixel, такая была функция, включена по умолчанию. Короче, когда вы включаете свой Google Pixel, самый защищенный. Google, это к вопросу, а настрой как? Самый защищенный ваш смартфон, который изначально с коробки настроен, не самозащищенный. Короче, вы вводите пароль, ну, естественно, на цифровой клавиатуре. И у вас пароль может показаться на несколько секунд. Или вы, к примеру, вводите пароль, и у вас первая, например, буква показывается, вы вводите второй, первая скрывается, вторая показывается и так далее. Короче, друзья, это все хрень, эту всю хрень нужно отключать. И Касперские красавчики, они начали делать следующим образом, что есть приложения на вашем смартфоне, которые могут работать в фоновом режиме и делать скрины экрана. А потом они эти скрины совмещают и смотрят ваш в итоге пароль. Толку тогда, ну, как бы от вашего пароля, если я вижу каждую букву, каждый символ, каждые цифры там условно и так далее. Поэтому вообще нужно отключать по умолчанию эту функцию. И Касперские красавчики, они сразу говорят, вот эту хрень отключай. Поэтому, что можно сразу здесь сделать, какой вывод? Google Pixel вроде самый защищенный, вроде самый такой классный и продвинутый, но настройки стоят по умолчанию тупорылые. Это в прямом смысле тупорылые, нельзя так делать. Поэтому устанавливайте Касперский, включайте ему, давайте доступы и хотя бы будете образовываться, вы будете получать небольшое, но краткое образование по кибербезопасности. В данном случае, в данное время, это самое то. Поэтому, с точки зрения Касперски и QR-коды, и, кстати, батарея Live, как он там делается, анимации, как он все, он может закрывать приложение очень аккуратно. Блин, мне очень нравится. Причем, некоторые приложения он не может закрыть. Короче, я вот эти приложения не могу закрыть, что-то они там делают. Вот, поэтому в любом случае, я считаю, что эти прям приложения стоят вашего внимания. Следующий пункт, это сканер пальца. Ну, я такой начал настраивать, думаю, блин, сканер пальца под экраном, крутая штука. Но, спустя несколько дней, я понял, значит, несколько проблем с этим сканером пальца. Во-первых, почему у сканера пальца такая маленькая область? Я в прямом смысле, мой большой палец больше сканера пальца. И мне нужно вот так вот пытаться попасть в эту область, где у меня происходит сканер. Это первый дискомфорт, который ты получаешь с этим смартфоном. Значит, второй дискомфорт. Там, значит, есть настройка улучшить распознавание через защитную пленку. Значит, я эту настройку включил, и теперь, уважаемый Google, я хочу вас спросить, зачем мне эта настройка, если эта настройка не помогает даже без защитной пленки? Сканер пальца работает через раз. Работает, вот у меня с этим пальцем вообще принудительно, я вот сколько не пробую, он у меня не хочет работать. Если палец у вас будет влажный, либо холодный, вы не разблокируете телефон. Потому что вы будете пробовать, 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 и не будете разблокировать в итоге телефон. В общем, значит, какой результат? У меня сканер пальца, если говорить в домашних условиях, срабатывает где-то 7 раз из 10. Ну, то есть, иногда под глюками он не срабатывает. Но зачастую, если мы берем большие пальцы, они срабатывают в 9 раз из 10 при комнатной температуре. Стоит мне выйти на улицу, хрена лысого, эти большие пальцы начинают срабатывать 6 раз из 10. Ну, то есть, и ты начинаешь понимать, ну, типа, и зачем вы сканер? Вы сами тестировали этот сканер? Вам самим комфортно ходить с этим сканером? В итоге, какую я включил настройку? Я включил настройку распознавания по лицу. Распознавание по лицу с учетом обхода экрана блокировки работает великолепно, просто шикарно. Посмотрите, скорость срабатывания моментально. Не успел включить телефон, уже моментально сработало. Опять включил телефон, опять моментально разблокировано. Только если вы чуть-чуть начинаете поворачивать голову, сразу телефон начинает вставать в ступор. Да, он такой, нет, посмотри-ка полностью перпендикулярно в камеру, чтобы я тебя распознал. Но не ночью. Если вы едете в машине, идете ночью вечером по улице и пытаетесь через сканер лица себя распознать, фигушки, нифига он не распознает, у него становится блок, и он говорит, введи либо сканер пальца, либо цифровой пароль. Если вы еще гуляете в холодную погоду, в перчатках, у вас проблемы. Вам приходится снимать с перчатки и разблокировать. Короче, Google, какого хрена вы это придумали? Сделайте, пожалуйста, сканер пальца, как нормальные делают ребята в кнопке включения, сбоку. Все, хватит что-то придумывать. Возможно, я понимаю, зачем вы это сделали, сканер пальца по центру экрана, потому что для правшей и левшей, соответственно, удобно. Потому что, когда мы делаем кнопку включения, не всегда левшам удобно пользоваться. Но левша берет телефон левой рукой, и он может сделать сканер пальца на указательный палец. Не на толстый, не на большой, а на указательный. Тем самым, как бы, все равно легче разблокировать. Короче, Google, всякую хрень придумали. Я больше чем уверен, что этот сканер пальца гораздо дороже вам обходится. Телефон в итоге становится дороже. Поэтому не придумайте. Даже Apple не стала ничего выеживаться. И в своих iPad'ах, которые современные со сканером Touch ID, они сделали в корпус. Понимаете? Потому что значительно ультразвуковой сканер пальца надежнее в этом смысле. Поэтому хрень, которая не работает нормально на 100%, и она не будет никогда работать из коробки, что бы они там нейронкой не придумали. Если только они вообще скажут, а, забейте вообще любой палец, приложи, я буду разблокировать. Днем спасает это все-таки Face ID. Вечером это сканер пальца, если, опять же, ну, как бы, вы не в холодной погоде, или не в жарке, или не после ванни. Это с точки зрения сканера пальца. У iPhone'а лучше все. Сканер пальца в iPad'ах у них круче сделан и реализован. Он сканер лица в iPhone'ах значительно надежнее, потому что он работает и днем, и ночью. Поэтому в данном случае точно Google Pixel проиграл тут iPhone'у. Google пытались выпендриться, не получилось, и в итоге сделали какую-то хрень, которая в итоге не работает. У тебя не работает ни одна функция на 100%. Лучше сделать одну, которая работает на 100%, чем три, которая не работает. Еще и когда ты сканер пальца вводишь у тебя неправильно, у тебя показывает пароль, ты еще должен в эти маленькие цифры попасть. Короче, хрень, которая тебя больше раздражает, чем... Тебе приносит удовольствие. Дальше. Значит, очень многих людей заботил вопрос, что, значит, этот Pixel 7 Pro очень большой. То есть, это лопата, и у него экран-водопад. Я могу сразу сказать, что, значит, давайте вот посмотрим, кстати. Оп, оп, все, разблокировался. У меня рука тоже лопата. И так уж получилось, что у меня рука прямо идеально берет этот корпус. Я понимаю, что 6,7 дюймов, это прям мой размер. А экран-водопад мне не доставляет никаких неудобств. Я понимаю, что он скользкий, его не совсем удобно держать, но можно решить вопрос чехлом. Что мне нравится, что здесь Google Pixel сделали? Во-первых, полностью управление сделано как на iPhone. То есть, ты ничего не придумываешь. У тебя даже перемещение по устройству сделано так же, как на iPhone. Это очень удобно. Значит, то есть, тебе не надо перестраиваться. Ты можешь делать кнопочки, как привыкли там некоторые на Android, да, в настройках. Но это прям крутая штука. Но управление на iPhone лучшее, наверное, в мире, когда ты можешь делать вот так. И то, что Google в данном случае сперли эту технологию и разработку, прекрасно. Я поддерживаю, красавчики. Вот, все-таки должны ориентироваться на удобство пользователя. Вот, значит, что-ка по поводу водопада. Что мне нравится, что Google сделали? Я, несмотря на то, что я начинаю вот так, смотрите, захватывать куда-то на экран полностью одной рукой, у меня нету фантомных нажатий по бокам. Экран четко распознает это и не дает нажать. Поэтому за все время эксплуатации у меня не было проблем с этим телефоном. С точки зрения, что оп, у меня открылось приложение, которое я не открывал. Или у меня я листаю сайт, а он у меня начинает листаться туда, хотя я не пытался его пролистнуть. То есть, в данном отношении я могу точно с уверенностью сказать, что этот размер многим людям может подойти. И лопата тоже. Для меня это, честно, плюс. Я вам объясню. Я хочу сейчас телефон, который у меня мини-айпад. Вот, в прямом смысле этого слова. Мне нужен айпад не для того, чтобы играть, а для того, чтобы потреблять контент. Это читать, это смотреть фильмы, смотреть какие-то ролики и тому подобное. И этот телефон идеально под это заточен. У него шикарная цветопередача. У него шикарный размер. Вот эти вот закругленные дают такое интересное погружение. То есть, ролики очень насыщенные. Фильмы очень насыщенные, классные. Ты просто получаешь от этого удовольствие. Друзья, ты просто кайфуешь. С телефоном 6,1-6,3 дюйма я реально думаю об айпаде. С этим телефоном я вообще забыл про айпад. Я понял, что о, прекрасно, большой экран, где это хорошо проверяется. Вот лично мне. Я, например, хочу сделать сборку компьютера. Я захожу на какой-нибудь сайт Citilink или DNS. И вот я на 6,1 дюймов на айфоне, мне очень тяжело. Потому что тебе приходится увеличивать там что-то. Ну, короче, меньше текста, меньше объем. Здесь вообще шикарно. Простора. То есть, тебе не нужно вот так вот прям подносить телефон. Ты спокойно сидишь и прям используешь телефон. То есть, у тебя это лопата, которая тебе реально служит. И для меня это комфортно. Я знаю, что не всем людям это подойдет. И большая часть блогеров говорит именно так, что вам не подходит лопата, экран, водопад. Это ужас. Друзья, я на себе вам говорю, что если вам важен большой экран, хорошая цветопередача, и вы не так боитесь лопат, то вот, пожалуйста, живой пример. Этот телефон прямо под меня. Я не хочу 6,1 дюймов. Мне нужна лопата. Мне нужен мини-планшет в моем телефоне. Ой, ну да, в моем кармане. Поэтому, в данном случае, то, что это лопата, для меня это плюс. Я, наверное, может быть и взял бы 7 дюймовый. Хотя, наверное, 7 дюймов это уже перебор. В общем, 6,7 дюймов это прям мой топ. Поэтому, если вы еще стоите перед выбором, то 100% посмотрите и подержите в руках. А лучше с чехлом обязательно подержите. То есть, попросите в магазине продавца там предоставить какой-то чехол и посмотреть. Потому что без чехла вот эту хрень использовать нельзя. Это прям 100%. Потому что он настолько скользкий и настолько просто пытается убежать от вас на асфальт. Он у вас точно упадет. Я вам вот это гарантирую. Он очень скользкий. В холод он скользит на всех поверхностях. Стол, стекло, машина, кожа. На всем. Я не знаю, зачем надо было делать такой каркас. Может быть, для красоты. Но он очень-очень скользкий. Поэтому имейте это в виду. Итак, что по поводу шим. Шим у этого дисплея имеется. И он достаточно значительный. По сравнению с конкурентами на Android, Google Pixel проигрывает. То есть, если мы берем самый лучший дисплей на рынке, это у iPhone. Если мы говорим про самую крутую камеру, это действительно сейчас Pixel. Но о ней чуть позже. Но если мы берем этот дисплей, шим действительно есть. Но у меня, я понял по себе, что глаза не сильно чувствительны. Я зачастую работаю на яркости от 70 до 100%. У меня нету никакой боли, у меня нету никаких слез и тому подобное. Может быть, в долгосрочной перспективе это больше выстрелит. Но пока, за неделю работы, проблем никаких нет. Полные характеристики дисплея и все, что с этим связано, вы можете, еще раз напоминаю, увидеть на сайте romanyastrip.com. Вот, что же касается дисплея с точки зрения разрешения. Он может менять разрешение. Значит, что это вам дает? Зачастую многие люди не понимают, типа, зачем? То есть, тут можно делать Quad HD, либо Full HD по факту разрешения. Full HD увеличивает время автономной работы. Я здесь вообще не жалел. Мне хватало спокойно на целый день, иногда даже на полтора дня. В зависимости от активности. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. И я использовал Quad HD разрешение. Я сейчас просто вам сделаю скрины изображения Quad HD и Full HD из настройки. И, по сути, покажу вам разницу, где вы это можете видеть. Если вы смотрите какой-то фильм в повышенном разрешении, либо читаете текст, то, конечно, Quad HD это приоритетней. Сильно ли садится батарейка? Если честно, я вообще почти разницы не почувствовал. То есть, в данном случае я могу точно с уверенностью сказать, что я бы использовал Pixel, по крайней мере, 7 Pro с 5000 мА аккумулятором на Quad HD разрешение. Нету никаких лагов, нету никаких задержек, нету сильного провисания автономности. То есть, все отлично, все работает. С точки зрения детализации, если скрины часто любите делать и тому подобное, то да, будет получше качество. Если часто читаете текст, уменьшаете его, любите редактировать, что-то в этом роде. Чтобы не напрягать зрение, в данном случае прекрасно можете включать Quad HD разрешение. Поэтому это та функция, которая прикольна, что они все-таки дали эту настройку. Одни, кому это не важно, выберут Full HD. Кому это действительно важно, кто хочет обращать внимание на красивое видео, красивый детализированный текст, тот выбирает Quad HD. Я выбираю Quad HD. Спасибо, Google. Ну что, затронули камеру, давайте теперь я вам расскажу. Дело в том, что я не фанат был вообще камер у смартфона. И когда я начал испытывать камеру Google Pixel, камеры, если быть точным, то, ребята, я приофигел. Я прибежал домой, взял у супруги iPhone 13 Pro, начинаю сравнивать и такой, вот это дыра у iPhone, вот это ужас. И знаете, где я в первую очередь это ощутил? Это нейронный движок. Как мы знаем, что Apple впервые сама, первая самая придумала нейронный движок, ну с точки зрения для реализации пользователя. Но по факту своему мы сейчас можем сказать честно, что мы даже не понимаем, как работает нейронный движок и где он проявляется в iPhone. То есть там есть какие-то моменты, что типа я вырезаю фон, но это какая-то пока... Вот я вырезаю объект из какой-то фотографии, тупейшая какая-то, я не понимаю, технология. Да, мы все побаловались, а потом очень мало людей это реально использует. Google прекрасно понимает, что зачастую на фотографиях мы хотим что-то убрать. Да, например, лишних людей, которые мы там фотографировали, они у нас на фоне стоят. То есть это технология, которая используется значительно чаще. И вот тут нейронный движок как раз и проявляет себя в камере и редактировании. Но, да, давайте даже просто сухие фотографии. Значит, я делаю фотографии на iPhone 13 Pro и Google Pixel 7 Pro. Что я могу точно сказать? Конечно, телевик, особенно телевик, Google Pixel 7 просто шикарный. То есть если вы хотите распознать текст, сейчас вот просто посмотрите на две фотографии, рекламу Яндекс, расстояние до телефона где-то полтора-два метра. И я фотографирую на 13 Pro и фотографирую на Google 7 Pro Pixel. И посмотрите в рекламном блоге. У Google 7 Pro я вижу прямо точное описание акции со сроком действия. Шикарно! Это использована была уже технология не только с оптическим зумом, но и с цифровым зумом. И что самое важное, еще цифровой зум на Google Pixel 7 Pro обработала нейронка. И по факту своему я вижу текст. Зачастую, честно, я фотографирую и я хочу потом распознать какой-то объект, да, то есть что-то увеличить. Например, номер машины мне надо сфотографировать, там, или еще что-то подозрительное, там, или наоборот что-то мне интересное. Какую-то акцию, какое-то там объявление, новости. И вот на Google Pixel 7 Pro я могу это себе позволить. Ну а дальше, конечно, просто чудо, как говорится, монтажа. Если я хочу что-то выделить, например, на фотографии и убрать, конечно, эта нейронка работает не идеально. Например, с листочком она убирает листочек, но как будто капельки она не добавляет, да, и в итоге сразу такой артефакт, который замечается. Если я беру фотографию, сзади попали люди, нейронка сама определяет, так, ты хочешь их вырезать, давай вырежем. Да, безусловно, фотография удалена не идеально, но, блин, эта же нейронка, она будет учиться, она будет улучшаться. И судя по тому, что мы уже получаем из коробки, это просто шикарно. Не везде это идеально работает. Например, когда я фотографирую вот этот вот телефон, который у меня лежит на столе, и если у него есть огромное количество теней, нейронка, наверное, еще не понимает, что тени это от телефона, а не рисунок на столе. И в итоге ты выделяешь объект, и у тебя начинается прям артефакт. То есть, эта фотография не юзабельна, ее невозможно использовать или опубликовать. Ну, а как замаскировать работает, это вообще какой-то интереснус. То есть, ты выбираешь объект, который хочешь замаскировать, и он просто убирает цветность. Или просто сливает ее, ну, грубо говоря, с фоном. Ну, если так работает маскировка, ну, окей, хорошо. Вот, надо на какой-нибудь, я не знаю, там, шторе проверить, то есть, ты берешь там на штору, ставишь маскировку, включаешь. Вот, если бы он принимал текстуру, вот это бы еще можно сказать, что это маскировка. А когда ты просто убираешь цветность у этого объекта и ставишь его в цвет, который там у тебя на фоне, ну, это не сказать, что это прям супер маскировка. Это такое себе несерьезное, можно так сказать, нововведение. Поэтому, то, что это работает не идеально точно, но то, что ты понимаешь, что это будет улучшаться, особенно 5 лет впереди, это еще дофига, и то, что Google это будет улучшать, это круто. Поэтому, друзья, однозначно камера тут прекрасная. Я больше чем уверен, что сейчас на удалении объектов многие девушки сказали, вот это нифига себе, вот это нифига, как я могу много удалять-то всего. Ну, в общем, вы должны знать, что это используется прямо из коробки, вы можете увеличивать детализацию и тому подобное. В общем, фишки камер и огромное количество здесь, конечно, прекрасно. Поэтому, если вы любите все, что связано с фотографией, то, конечно, Google Pixel 7 и 7 Pro это вообще ваш выбор. Теперь, что касается фронтальной камеры. Фронтальная камера и там, и там Г, если говорить простыми словами. Короче, мне больше всего нравится камера у айфона, фронтальная. У Google Pixel очень много шумов и он пытается там что-то нейронкой сделать, нифига в итоге не спасает. Поэтому камера с точки зрения фронтальной оценки мне больше нравится у айфона. Это еще был 13 Pro, я больше чем уверен, что в 14 Pro чуть-чуть она хотя бы получше. Что касается видеосъемки, вот тут уже не все так однозначно. Значит, с учетом всех моих тестов, особенно когда ты включаешь видео, Play на айфонах и на пиксели, то ты начинаешь во время записи перестраиваться, например, с обычного объектива на телеобъектив. И вот это вот перестроение у Google Pixel 7 просто отвратительное. То есть там начинает дергаться, у тебя падает качество. А телевик вообще не может иногда поймать фокус. То есть он начинает вот так гулять туда-сюда, ты прям смотришь на объект. У тебя объект прямо вот просто занимает 80% площади в объективе. Нет, он не может настроить фокус, он там начинает гулять, брехтять, короче, чудить. И ты начинаешь перестраиваться обратно на другую камеру и опять перестраиваешься на телеобъектив. И тогда он уже начинает такой, о-о-о, вроде поймал, вроде, то есть настройки перекидывались, и он такой, о-о, поймал. Так, вот смотрите, я записываю со стабилизацией, перестраиваюсь на 2х. Неплохо, мягко перестроился, перестраиваюсь на 5х. Бамс, видите, какой удар, причем смещение камеры. То есть 2х, а с 5х, с 5 на 2 нормально, а на 5, бах, видите, опять. Видите, какой гон. То есть, опять же, давайте вот здесь проверим. О, а тут вообще не улучшилось качество. То есть, прям, когда чуть-чуть в движении начинаете снимать, вы сразу с 1х на 5 перестраиваетесь. О, вот сейчас нормально. Странно. А причем качество, смотрите, как испортилось. Он как будто не хочет перестраиваться. Как будто не хочет перестраиваться. Еще раз. Хоп, Вить, оп, опять то, фокус не понял. Короче, вот эта вся нестабильность, она честно раздражает. Все, вот я снимаю, плойку, ой, плойку, хоп, видите, перестраивался. Ну, вроде быстро, но можно сделать лучше и идеальнее. Поэтому, с точки зрения стабильности, дергания и тому подобное, мне больше нравится, конечно же, айфон. Если вы хотите фотографировать, то пиксель, конечно, в пух и праху делает, особенно в телеобъективе айфон. Кстати, заметьте, я сейчас иду, просто иду. Смотрите, какая охренительная стабилизация у пикселя. Просто охренительная. Он почти не двигается. Айфон двигается. Это, конечно, круто. Ну-ка, давайте уменьшим. Давайте 3 сделаем так же, как у айфона. Нихрена себе. Вот это вот стабилизация у пиксель. В этом отношении прям красавчики. В общем, нет, тут вообще прям пиксель уделывает. Я прям специально... Ну-ка, давайте просто быстрым шагом. Нихрена себе. Нихрена себе. Хо-хоу, пиксель. Со стабилизацией-то вы нехило поработали. Поэтому, если приходить к заключению, то по камерам можно сделать однозначный вывод. Надеюсь, что с софтом будет лучше. И плюсов с точки зрения видео, фото и того, в пиксель 7 и 7 про значительно больше, чем у айфона. Так что, ну и с учетом нейронка, как она работает, что можно еще делать на фотографиях, то, конечно, Google Pixel 7 вообще шикарно, шикарно работает с фотографиями и видео. Так что, однозначно, лайк. Теперь, что касается троттлинга. Тут все очень просто, друзья. Я когда провел эти тесты, я охренел. Троттлинг 40%. 40%. Охренеть. Чуть-чуть совсем осталось и будет практически 50%. Непонятно, за что я плачу. То есть, я получаю по факту своему огромную потерю в производительности в 40%. И эта производительность, потеря ощущается. В играх, естественно, это ощущается. И вы должны это знать. Будет ли оптимизировано, фиг его знает. Возможно, через годик или через другой это все оптимизирует. Может, через месяц, фиг его знает. Но то, что троттлинг страшнейший 40%. Я считаю, что этот троттлинг очень страшный 40%. Поэтому имейте это в виду, когда покупаете этот телефон для игр. Тут можно сказать сразу, следующим образом, этот телефон не для игр. Этот телефон четко для фотоработы, видеоработы, онлайн работы. И главный акцент здесь поставлен все-таки на кибербезопасность. Этот телефон, ну, можно сказать, айфон среди андроидов с точки зрения безопасности. С точки зрения производительности, какой-нибудь там OnePlus за 30 тысяч уделывает его просто в пух и прах. Поэтому в данном случае троттлинг страшнейший. И вы должны это знать. Я не собираюсь это скрывать, как некоторые пытаются опустить этот момент. Нет. Это недостаток. Вы должны о нем знать. Следующий. Во время троттлинга я протестировал и аккумуляторную батарею, и все очень-очень плохо. Аккумуляторная батарея батарея поднимается выше 42 градусов. Это очень-очень плохо. Вне зависимости, какой объем аккумуляторной батареи, он не должен подниматься, по факту, в идеале, выше 38 градусов. Можно терпимо подниматься до 39 градусов. 40 все это плохо. А выше 42 это будет значительный износ. О чем тут можно сразу сказать, с учетом всех этих моментов. Что когда вы используете телефон в загрузках, в кино, в каких-то легких игр, в постоянный режим работы и тому подобное, то телефон нагревается до 38-39 градусов. Во время зарядки также он нагревается в режиме быстрой зарядки до 39 градусов. Аккумуляторная батарея. Я говорю про аккумуляторную батарею, не про корпус. Корпус плевать, вы все равно чехол наденьте, а вот аккумулятор потом вам выставили. Когда аккумулятор поднимается 42 градуса и выше, у вас через год от этого 5000 аккумулятора останется не фиг знает сколько, потому что я же не знаю, какой аккумулятор по качеству стоит в этом пикселе. То есть спокойно он может просесть на производительность 25-30%. То есть 30% вы потеряете аккумулятора за год. А если учесть еще, как быстрая зарядка работает и что там тоже она может подпортить вам работу, то и под все 40%. Конечно, тут рекомендация следующая. Сразу вам скажу, что необходимо. Я в этом отношении люблю говорить результаты и сразу рекомендацию. Первое, что я рекомендую, я, чтобы кто не говорил, я бы этот телефон не использовал с быстрой зарядкой, потому что он нагревается и батарея нагревается свыше 38 градусов. Это плохо. Поэтому лучше, какую я зарядку тестировал, чтобы проверить вот этот нагрев. У меня была 30-ваттная зарядка. Вот, 30-ваттная зарядка увеличивает температуру. 20-ваттную попробуйте, 15-ваттную, 10-ваттную, то есть зарядку, но сделайте, пожалуйста, этот порог меньше 39 градусов. Все, 38,5 это вот предел, потому что это же в долгую работает аккумулятор. Поэтому, это первое, не используйте быстрые зарядки, там 60-ваттные вообще ни в коем случае. Нагреваться будет просто титанический корпус, ну и аккумулятор в том числе. И второй пункт, не играйте в сильно тяжелые требовательные игры, либо играйте в режиме экономии энергии, чтобы аккумулятор не так сильно нагревался. То есть, ваша задача тупо сберечь аккумулятор. Поэтому, этот телефон не умеет из коробки беречь аккумулятор правильно. И вы должны подумать об этом самостоятельно. Может быть, зарядка из-за не слишком быстрой зарядки будет идти дольше по времени, зато, будет телефон вам служить значительно дольше, потому что все-таки он стоит немаленьких денег. Так что, производительные игры и быстрая зарядка этому телефону не рекомендуется. Именно поэтому Apple и Google и многие другие компании не кладут быструю зарядку, потому что понимают, что будут нести гарантийные обязательства. А так, вы сами берете на себя гарантийные обязательства, что использовали быструю зарядку. Дальше, что я еще с чем столкнулся, это корпус, телефон новый, он тоже был до этого на обзоре, и там уже две царапины. А камера как поцарапалась, это просто таз. Естественно, камера поцарапалась вот в этой части, потому что, когда я кладу, первое, что контачит, металлическая, это вот как раз вот этой вот нижней кромкой фотокамер. Конечно, с чехлом это будет получше, но вы должны знать, что корпус очень закругленный, очень нежный, нацарапаннее, но вот, что касается экрана, у меня вообще нет вопросов. Несмотря на то, что я носил с ключами, с другим айфоном и тому подобное, в этом отношении корпус у меня, ну, дополнительный царапин я не добавил, а на экране все как было, идеально так и осталось. Так что, не знаю, с точки зрения защитной пленки, но я использовал беззащитной пленки, вообще нету никаких проблем, то есть, я не буду ничего придумывать, у меня нету царапин, у меня этот телефон не поцарапался об воздух, если у других блогеров он царапается, окей, у меня такого нет, я могу точно сказать, что с у меня, с моим телефоном в этом отношении все окей. Поэтому, ваша задача с этим корпусом взять нормальный, хороший чехол, который не будет скользить и в случае, если уроните телефон, у вас, он хоть чуть-чуть защитит ваш корпус и экран в первую очередь. Ну, пленку на экран, конечно, все равно я рекомендую. Дальше, Wi-Fi 6E, о да, это просто шикарно. Здесь, конечно, Google Pixel уделывает айфоны. 6E ощущается очень серьезно, моментально, то есть, у меня какую-то игру, я помню, загружал 1,8 гигабайт, если я на айфоне привык, что это загружается около минуты, около 50 секунд, там, ну, даже чуть больше иногда минуты, то Google Pixel мне это загрузил за секунд 25, и я такой, вау, вау, какие вы молодцы. Ну, то есть, это реально шикарно, то есть, в данном случае я могу сказать, что Wi-Fi здесь, 6E, это действительно Wi-Fi будущее, это спокойно, телефон можно покупать и понимать, что ты берешь его на ближайшие 5 лет, а айфон 14 про ты не берешь на ближайшие 5 лет, потому что на него смотришь, такой, Apple, где Wi-Fi 6E, где? Через года полтора уже будет Wi-Fi 7, а вы еще Wi-Fi 6E не вфигачили, ну, короче, в данном случае скорость значительно, значительно ускоряется, обновление приложения значительно ускоряется, а если учесть, что зачастую в нашем смартфоне установлено свыше 100 приложений, ты вы представляете, сколько обновлять, всего там 20-30 приложений, короче, Wi-Fi сейчас 6E, я считаю это минимальным уровнем для современного смартфона, который вы хотите купить на ближайшие 5 лет, и в данном случае Google Pixel 7 уделывает все айфоны в пух и прах. Сейчас будет у меня истинная искренняя радость по поводу замены Apple Pay, сейчас пользователи Android, конечно, будут ржать и говорить, ха-ха, Apple-оводцы, напокупали себе всякого, а потом, ну, эти, вот, некоторые пользователи айфона могут сказать, что работает при таких-то настройках, что-то вот так можно делать, только не работает не всегда, если что-то случится, то, вот, короче, вот это вот все, некоторые пользователи это знают, но я, как человек, который не хочет запариваться, беру этот смартфон, завожу сюда карточки и спокойно оплачиваю на любой кассе, теперь смартфоном, и посмотрите, какая у меня радость. Попробуем оплатить. Охренеть! Да ладно! Обожаю! Супер! Так, пробуем оплатить Google Pixel без пакета, даже без карты, банковская карта, все работает. Google Pixel я тебя обожаю. Итоговое, что можно сказать, нету никаких проблем с настройками, все настраивается очень быстро, тык-тык-тык-тык-тык, готово, подходишь к любой кассе, к авто-автомойке, в Ашане, в Ленте, куда угодно, в Пятерочке, в Магнит приходишь, тык-тык-тык, у тебя все, оплата проходит. Блин, как же я по этому соскучился. Я, конечно, понимаю, как некоторые говорят, Ром, ну что ты, можешь же засунуть вот так вот карточку и работать, главное, чтобы чехол был не бронированный. Знаете, у меня вот с этим чехлом почему-то эта хрень не работает. У меня то ошибка считывания, то еще какая-то фигня. Не хочу в этом разбираться, не хочу носить с собой карточку, более того, это еще и небезопасно, еще карточку, не дай бог, потеряю и тому подобное, поэтому не хочу этим заниматься. И то, что здесь работает, это офигенное чувство и я понял, что для меня это важно. Я понимаю, что я теперь могу купить часы с NFC, которые синхронизируются с пикселем, и я могу оплачивать часами, если мне не хочется брать телефон-лопату с собой. Вот как раз маленькие часы можно взять с NFC-модулем и оплачивать. В общем, это тема, я по ней соскучился, я знаю точно среди своего окружения огромное количество пользователей iPhone тоже поэтому соскучились, хотят проводить подобные операции. Ребята, вы должны знать, что с этим телефоном все шикарно работает. Дальше, я проверил этот телефон с iPhone с точки зрения, как он работает в машине, если вы используете Apple Car, Android Car, да, и там новые марки китайские, которые у нас сейчас заходят на рынок, как они у нас сейчас работают, потому что не во всех китайских автомобилях есть вообще Apple Car, Android Car. То могу вам сразу точно сказать, значит, если у вас iPhone и у вас в машине есть поддержка Android Auto и Apple Car, то и iPhone и Google Pixel сразу начинают работать, все чики-пики, все хорошо, конечно, Android Auto говорят по отзывам полные Г, я точно не тестировал, прям вот на 100%, больше я тестировал на Apple Car, сами понимаете, почему. Если говорить про китайские автомобили и вы хотите протестировать, ну, как бы, или быть уверенным, что будет ли работать поддержка дисплея, значит, сначала я тупил и у меня это не получалось. Приложение не поддерживают, это USB-устройство. Братан, это не устройство, это машина. Короче, друзья, все настроил, вот подтверждение слов, чуть-чуть задержкой переходит дублирование экрана, но по факту своему все работает, это я вот два дискарт открыл, навигатор, то есть можно что угодно в принципе открыть, посмотреть, так что в этом отношении проблем никаких нет. Вот это вот приложение Carbit Link, в общем, так что все супер юзабельно. Так, подключаем устройство с функцией CarPlay. Какую передачу изображения сможете пожелать использовать, построить. Давай Android Auto. Это же Android. работает. О, работает. А потом я почитал инструкцию, посмотрел, нужно кое-какое приложение скачать, пару настроек сделать и вуаля, у вас работает полностью дублирование приложения с Google Pixel 7 Pro. Поэтому, если говорить про этот телефон с точки зрения, сможет ли он работать вам как навигатором дублирования экрана, сможет, проблем никаких не будет. Так что будьте в этом спокойны. А следующая, друзья, задачка вообще выбивает логику. Я потом объясню вам свои предположения, но сейчас даю вам такую задачку. Посмотрите на две этих фотографии, ну то есть два скрина с экрана. Дело в том, что в этих двух случаях Google Pixel не имел подключения к интернету, потому что он был в машине и не имел сим-карты внутри, ни e-сим-карты он не имел. То есть телефон был полностью отключен от всех возможных систем связи. И у меня в машине играет песня в двух случаях, поэтому я сделал скрин и Google Pixel ее определяет. У меня здесь не стоит Яндекс.Музыка, из которой я служил. У меня здесь не закаченные песни. Как он определяет, если у меня нет базы данных? Ну смотрите, давайте логически. Чтобы определять музыку, нужно обращаться к какой-то базе данных. Ты же не можешь знать всю музыку, а если даже можешь знать, это должно где-то храниться. На телефоне вряд ли это будет храниться. Значит, это где-то должно храниться на другом устройстве. Либо это должно храниться на сервере. Это тоже самое другое устройство. Как устройство Google Pixel, которое находится полностью в автономном режиме, и у него просто включен модуль Bluetooth и Wi-Fi, но при этом никакой сети он не подключен, и сим-карты никакой E-SIM физической не имеет, как он определяет песни, как он это делает. У меня взрыв мозга, я такой еду, такой как? Возможно, это используется та же технология, что использует компания Apple в своих устройствах, чипом безопасности T2 и M-серии чипов, которые новые сейчас в их устройстве, что когда ты теряешь устройство, ты можешь через интернет найти это устройство. Как они это делают? Что даже если твой телефон украли, вытащили сим-карту, включили авиарежим, и человек идет где-нибудь в толпе, или даже полностью выключил твой MacBook или выключил устройство, он идет в толпе, и по средствам связи Bluetooth и Wi-Fi все устройства обмениваются между собой данными, и ты видишь на карте, где сейчас твое устройство перемещается. Я думаю, что здесь точно так же. Несмотря на то, что у меня не было больше рядом устройств Android, два американских устройства, они обменивались данными, и Google Pixel что-то брал, и выполнял свои функции, то есть там есть настройка определять песни, и выполнял свои функции типа определения песни, то есть он получал интернет от другого устройства на каком-то очень тихом аккуратном канале. Вот именно одна эта настройка меня охренетительно пугает. Одно дело, когда мы говорим про безопасность, другое дело, когда этот хрен наслышит всегда. То есть по факту своему для этого чувачка, если вы хотите реально проводить какие-то секретные разговоры, семейные, что угодно, мы на кухне иногда можем такое обсуждать, да, это может быть на какие-то встречи вы идете с телефоном, да, коммерческий шпионаж, вы можете что-то разрабатывать, и чтобы запад вашу технологию не украл. В итоге вам нужно брать все андроиды, включая самые защищенные Google Pixel 7 Pro и помещать его в специальную экранированную коробку, то есть по факту все, он слышит всегда, несмотря на то, что он сейчас в заблокированном режиме, потому что я включил функцию определения голоса, он слышит это, ну да, смотрите, окей, Google, какая погода? Сейчас в Москве 11 градусов, облачно. Он слышит всегда, кто не знает, Google всегда записывает то, что вы говорите после окей, поэтому в этом отношении можете быть неспокойны. Если вы обсуждаете что-то серьезное, что-то важное, либо работаете на государственных предприятиях, да, особенно что-то связано с серьезными моментами, то этого чувачка надо помещать в экранированный чехол, потому что этот сволочь слышит вас всегда, и я больше чем уверен, что эти данные передаются. Уж кто-кто, Google точно будет передавать данные. Возможно, я, как человек простой, Google не очень интересен, вот, а если я уже буду заниматься каким-то видом деятельности, и этот вид деятельности будет интересен Google, вот тогда я уже буду, соответственно, интересен компанией Google. Поэтому, друзья, с точки зрения персональных данных, я думаю, что все будет хорошо, вот, а вот с точки зрения, хотя тоже, как будет хорошо, неизвестно же, где и когда это через сколько выстрелит, вот, с точки зрения непосредственно переговоров, вот это вот меня чуть-чуть напрягает, потому что с iPhone ты точно уверен, что ты заблокировал, все, у тебя не работает, а на iPad, на MacBook закрыл, у тебя магнитное отключение микрофона, то есть физически даже вирус не сможет его включить, здесь не такое, здесь вы всегда будете под колпаком, вот, и вы должны это знать, поэтому, вот такое у меня заключение по поводу определения песен, и это, это важно, друзья, это важно, вот, поэтому это интересно, и это важно, немножко пугающе даже, вот, поэтому если вы точно параноикой хотите быть в безопасности, iPhone ваше все. Дальше голосовое управление, и вот тут я могу сказать, что, блин, это круто. Окей, Google, включи фонарик. Включаю функцию фонарик. Окей, Google, отключи фонарик. Отключаю функцию фонарик. Круто. Привет, Siri и тому подобное, уже в iPhone, непонятно, где это использовать. Очень тупая, очень непонятная тема, очень глючит часто, непонятно, какие функции выполняет. А вот с Google, с этим, окей, можно очень хорошо много настроить. Можно настроить будильник, фонарик и тому подобное. Да давайте, просто я вам продемонстрирую. Окей, Google, открой Яндекс.Навигатор. Открываю приложение Яндекс.Навигатор. Окей, Google, открой Google Chrome. Открываю приложение Chrome. Окей, Google, поставь будильник. Уточните время и день. Понедельник, 6 утра. Готово, ваш будильник установлен на завтра на 6 часов. Ну, а когда я снимаю видео, это вообще шикарно, то есть, ты можешь спокойно сделать так, чтобы, например, там сказать, там, пикселю, там, типа, включи фонарик, он включает фонарик. Тем самым, например, это, знаете, где это в жизни чаще используется. Я вам объясню. В пикселе есть такая функция, если ты перевернул экран, у тебя сразу включается режим не беспокоит, то есть, тебя не трогают, да, то есть, и по факту своему это очень круто, то есть, ты телефон вверх кладешь, ты можешь работать и в случае, там, если тебе кто-то звонит или пишет, тебе Google Pixel показывает, типа, условно, что у тебя приходят уведомления, звонят и так далее, но если ты, типа, делаешь вот так, у тебя, типа, сразу телефон понимает, что тебя сейчас не надо трогать, вот, ты, конечно, можешь поставить определенные настройки, я больше чем уверен, но я пока просто общие функции тестировал, и что самое интересное, ты работаешь, и если ты, к примеру, ходишь по дому и положишь телефон вниз дисплеем, и потом потерял его, ты просто говоришь, окей, Google, говоришь, включи фонарик, он сразу себя выдает, очень удобно, можно ставить будильники, и тому подобное, то есть, в данном случае, я могу сказать, что это круто, это работает хорошо, это тебя распознает очень хорошо, благодаря трех микрофонам, и эта функция юзабельна, ты будешь ею пользоваться, поэтому, если говорить, голосовое управление в телефоне, нужно это или не нужно, я могу сказать, нужная штука, используйте, и вообще, если посмотреть, что дает телефон, то это очень классно, ты можешь сделать такой же жест, если, например, у тебя большая лопата, тебе она не вмещается в руку, ты можешь сделать точно такой же жест, как на айфоне, когда ты можешь просто вот так вот потянуть, у тебя съехал экран, очень много дополнительных фишек, так же, как это, два или три раза постучать по задней крышке, у тебя телефон делает скрин, и тому подобное, то есть, эти функции, которые очень классно Google подает у себя, в описании этих функций в телефоне, то есть, ты выбираешь функцию, и у тебя нету теперь вопроса, например, что это за хрень, за что она отвечает, например, там вот есть режим, да, вот переворачивание дисплея, это как раз режим, то есть, тихо, вот, это вот это, оказывается, означает, и она тебе прям показывает с анимациями, что типа, дружище, ты вот это вот типа перевернешь, будет так, типа, вот это тут сделаешь, будет так, и очень прикольная тема, очень много фишек, которые ты можешь использовать, вот, правда, я не понимаю, почему в анимациях, в этих используется не последний Google Pixel, а там, по-моему, какой он там, пятый еще был, то есть, даже это не шестой, то есть, в этих анимациях еще старые Google Pixel, то есть, не шестые, не седьмые тем более, вот, может быть, с обновлением поправят, либо это просто типа, чтобы не обижать ребят, которые сидят там на четвертых пикселях, на пятых, но, то, что, это реально крутая юзабельная штука, которую ты будешь использовать, да, я практически 90% всех этих функций активировал, и да, они мне упрощают жизнь, и мне это нравится. Дальше, друзья, это объем общей памяти, не оперативной, 12 гигабайт оперативной памяти, хватает ли? Хватает, зачастую в приложениях, во всех, куда бы я ни заходил, и когда я смотрел мониторинг, оперативной памяти, чаще всего используется 5,9, 6,1, то есть, можно сказать, что для комфортной работы, без всяких лагов, перезагрузок и тому подобное, 6 гигабайт, это минимально комфортный уровень для Google Pixel, дополнительные гигабайты, это, ну, дополнительный буст, вот, вам будет, значит, 12 гигабайт более чем достаточно, опять же, почему я должен, в принципе, как пользователь думать о оперативной памяти, я не понимаю, я считаю, что нужно подходить как Apple, типа, мне фиолетово, хоть 1 гигабайт, пусть, главное, чтобы ничего не тормозило, не лагало и тому подобное, как вы это сделаете, с помощью оперативной памяти, объединенной памяти, супербыстрой SSD памяти, мне это не волнует, или алгоритмов каких-то, вы же там технологии придумываете, вот, я должен как пользователь в итоговом варианте это ощущать, а не пытаться разобраться в этих характеристиках, а потом ваш программный код, корявый, условно, все это пофиксит, да, например, пофиксит, похренит, я хотел сказать, а не пофиксит, вот, а пофиксит обычно баги, значит, так вот, значит, объем общей памяти, значит, ситуация следующая, я установил все приложения, которые с Roastore были, вот, вы знаете, ребята, в самом главном, то есть, зачастую, вот то, что я пользуюсь, вот сколько у меня примерно приложений, я примерно такое же количество установил сюда, вуаля, друзья, значит, ситуация неприятная, и 128 гигабайт, в первые же несколько дней, у меня забилось на 87 гигабайт, то есть, у меня еще нет, как таковых фотографий, у меня нет еще, как таковых, никаких видео, и 87 гигабайт, то есть, по факту, сейчас уже 90, 90 гигабайт, то есть, у меня осталось 38 гигабайт, телефон, который ты покупаешь на несколько лет, это не серьезно, то есть, что я могу сразу с уверенностью сказать, что, если вы собираетесь покупать сейчас пиксель, то я не рекомендую брать 128 гигабайт, потому что 38 гигабайт вам хватит на сколько, на полгода, а потом что, все, а потом нужно переносить фотографии, куда вы будете переносить, поэтому у вас не будет, как таковым, такой фотогалереи нормальной, там, видео, и тому подобное, я бы рекомендовал брать сразу от 250, 6 гигабайт, и поверьте, вы потом мне скажете спасибо, потому что я сейчас уже даже смотрю такое, и понимаю, что, о, а я вот это уже не могу установить, я еще не установил, я установил Яндекс.Музыку, но не закачал песни в этой Яндекс.Музыке, то есть, в каждом приложении, там же еще есть свой буст, я телеграммом на 100% не пользовался, и я понимаю, что я сейчас там Яндекс.Музыку установлю, у меня там почти, там, 4 гигабайта песен, я там потом телеграмму, он еще как-нибудь 4 закопает, или 6, да, условно, понимаешь, что там плюсом-плюсом, какие-нибудь фоторедакторы, еще что-то, какой-нибудь, LumaFusion, который вышел на Android, и ты понимаешь, что у тебя все-все-все, накапливается, накапливается, и все, и у тебя там фотографии 200 штук в итоге останется в фотогалерее, и что ты будешь с этими делать фотографиями, вот, да, я понимаю, что я там установил Genshin Impact, который весит хреново тучи, но это не одна игра, то есть, вы же тоже будете устанавливать игры, которые могут весить 10 гигабайт, и тому подобное, поэтому 256 гигабайт, ребята, ниже не расценивайте, если вы расцениваете ниже, тогда расценивайте этот телефон, как, ну, условно, прям, минимально комфортный минимум, то есть, вы там, условно, не любитель фотографий, или там, не любитель игр, да, то есть, у вас там максимально нужные приложения, какие-нибудь, кстати, навигаторы те же самые, прикиньте, сколько карты весят, а если вы едете куда-то, вам, вы хотите закачать карты оффлайн, а карты весят тоже некоторые по несколько гигабайт, а если вы по областям закачиваете, это уже вообще от ТАСС, поэтому в данном случае можно точно с уверенностью сказать, что 256 гигабайт, я вообще считаю, что, наверное, с 23 года искренне верю, что все флагманы вообще от всех компаний не будут предлагаться со 128 гигабайтами, либо придумывайте, ребята, в виде производителей, либо придумывайте какие-то охрененные кодеки с сжатия, которые будут прям сжимать, оставляя качество великолепное, либо, блин, увеличивайте объем, потому что, ну, это невозможно, 128 гигабайт, это уже не серьезно, фотографии много весят, видео много весят, игры много весят, песни много весят, все много весит, и это невозможно использовать без нужного объема, поэтому 256, это ваш выбор. Дальше, реверсивная зарядка, очень крутая штука, я ее оценил, ты можешь заряжать наушники, если у тебя они поддерживают беспроводную зарядку, ты можешь заряжать тот же iPhone, если он у тебя второй, да вот, скорость зарядки, конечно, это все имеет значение, то есть, вы должны понимать, но то, что есть эта функция, и она может вас в какой-то момент спасти, или кого-то спасти, или ваше какое-то устройство спасти, допитать, это круто, поскольку здесь есть реверсивная зарядка, можно сказать, что это скорее плюс, чем какая-то просто там игрушка, нет, это хорошая штука, которая, ну, с наушниками это точно будет классно, вы вставляете условно телефон на зарядку, а на телефон ставите свои часы, или там наушники, так что, это хорошая тема, и да, я думаю, что она имеет средства на существование. Дальше, переброс видео и фотографий по воздуху, если говорить простым языком, у меня не работает ни с айфоном, ни с макбуком, вообще никак, что бы я ни делал, что бы я ни пытался включить, все настройки, и в аирдропы, и блютуз, и так далее, и так далее, ни хрена не работает, возможно, это будет работать с Windows ноутбуком, я больше чем уверен, что как раз он и будет работать с Windows ноутбуком, но с Apple темой это не работает, потому что все-таки, я думаю, что у Apple свои системы безопасности, и Apple говорит, да, сейчас, вот мы вам дадим использовать наши технологии, поэтому имейте это в виду, если вы хотите купить свой пиксель для макбука, и там связка с iPad, хрень полная, с точки зрения передачи данных, будете перекидывать, либо по почту, по старинке, либо через облако загружать, ну, через облако, в данном случае, решение, ну, достаточно хорошее, вот, конечно, не самое лучшее, но, что есть, то есть, возможно, в будущем пофиксят, а может быть и не пофиксят, если на старте этого нет, значит, об этом, возможно, и не подумали, и не будут думать, поэтому, друзья, делайте выводы самостоятельно. Теперь, что касается звука из динамиков, он ужасен, друзья, я не побоюсь этого слова, я, наверное, не ожидал ни в коем случае, услышать звук в этом телефоне громким и поносным, такое чувство, что одели на звук сковородку, и сковороду, да, как правильно говорится, и в итоге, включили динамики, просто отвратительный, поносный какой-то звук, возможно, я сейчас так резко выражаюсь, потому, что я пользователей макбуков, про, да, там, и вот, я слышал, что айпады дают, я слышал, что айфоны дают, я слышал, что макбуки дают, и тут я включаю гугл пиксель за такие бабки, и он поет так, как я не знаю, ну, то есть, это ужас, это плохо, я, я, наверное, больше чем уверен, что сейчас какие-нибудь пользователи Oneplus, Realme за 30 тысяч рублей, за 40 тысяч, там, вообще, тем более, там, больше чем уверен, что у них звук лучше, чем здесь, здесь, более того, звук плохой, он иногда просто фонит, грехтит, что-то першит, на высоких громкостях, но, что самое важное, у пикселя, нижний динамик громче, чем вот этот, и когда вы смотрите стерео, когда вы смотрите стерео, какой-нибудь фильм, вам приходится делать вот так, чтобы здесь звук как бы рассеялся полностью, а здесь немножко направлялся на вас, чтобы у вас было выравнивание, потому что такое чувство, что ты сейчас оглохнешь на одно ухо, потому что у тебя в одну сторону громкость высокая, в другую у тебя громкость низкая, вот, короче, это недостаток, я считаю, что если ты выпускаешь телефон, и такая компания, как Google, то можно сделать хорошие динамики, ну, то есть, потому что, ну, вот это, это позор, и я могу точно сказать, он громкий, но он очень плоский, беспонтовый, просто, да, я могу сказать просто простыми словами, звук здесь беспонтовый, ну, и теперь, друзья, давайте перейдем к заключению, давайте я сейчас такую пользовательскую таблицу сделаю себя, как пользователя айфона, Google Pixel 7 Pro, я могу точно с уверенностью сказать, что смог ли Google продать мне этот телефон, да, он мне смог продать, я понял, что для меня выгод значительно, значительно больше, чем айфон, я с этим телефоном, друзья, ну, вот посмотрите на меня, я с этим телефоном испытал эмоции, я давно уже не испытывал эмоции, поэтому я ходил с айфоном XR, я уже не понимал, ну, может, 12-й меня убедит, если 11-й не убедил, потом, ну, может, 13-й меня убедит, но 14, когда я уже взял в реальной жизни этот 14 Pro, я такой, блин, все то же самое, никаких нету суперских нововведений, ваш нейронный движок, что-то как-то, где он, где, где все фишки, где, то, где я использую ваше устройство, в общем, может быть, мое мнение изменится, когда я возьму Google Pixel себе, и через год, через два увижу, как он лагает, тупит и тому подобное, или там нагревается, или умирает батарейка, и я вспомню об айфоне, как, что он о чем-то святом, но сейчас, в краткосрочный период, я могу точно сказать, что мне не то, что понравился Google Pixel 7 Pro, мне он очень понравился, я принял решение, что да, это будет следующий мой телефон, точно не Pixel 7, мне нравятся лопаты, я хочу мини планшет у себя в кармане, я, у меня карманы позволяют, руки позволяют, поэтому я хочу большой дисплей, чтобы спокойно листать, в данном случае, очень удобно, что жесты, ты можешь возвращаться, например, куда-то, если ты заходишь в какое-то, например, приложение, там, в какие-то распродажи, ты можешь возвращаться, как таким свайпом, да, так можешь возвращаться с этой стороны, у тебя нету проблем с точки зрения работы с этим устройством, и плюсов значительно больше, чем у айфонов, сейчас для меня с учетом санкций, приложение можно установить, я зашел в Рустор, спокойно все установил, знаете, тут единственный вопрос, как Рустор делает проверку безопасности кода программы, мой вывод, чисто мой, я так думаю, что там проверки нету никакой, вот просто никакой, поэтому это еще дополнительное преимущество, покупать Google Pixel, потому что, если мы покупаем там, OnePlus, Realme, там, и другие устройства, и если нету там аппаратного чипа, типа Titano M, который это все, вот весь код этот проверяет, смотрит в режиме онлайн, то по факту надеется только на Касперский, и вот который вот, причем с подпиской, чтобы он прям расширенная версия, чтобы она прям в режиме онлайн все проверяла, только так, если можно сделать, если в Русторе это все тоже не проверяется, а там приложение огромное количество, и кто это будет проверять, проверять-то по факту тоже, сейчас должен не человек, а какая-то нейронка, тоже там какой-то программный код, который ищет другой вредоносный программный код, то по факту своему надеяться, что там все приложения в Русторе идеальные, и нету вообще вредоносного кода, я считаю, что так могут думать сейчас, наверное, только малолетние девочки, потому что специалисты по кибербезопасности, уж так точно, могут сказать следующее выражение, если ты не смотрел этот код, не анализировал, то ты не можешь давать гарантию, что он безопасный, а верить разработчику, это, простите меня, есть такое хорошее выражение, доверие, это слишком золотая монетка, чтобы разменивать ее на дешевых людей, поэтому я в данном случае могу точно сказать, что такое количество приложений уже в Русторе, имеет разных количеств разработчиков, и естественно, они не все одинаково компетентны, вот, да и те же порядочные могут быть далеко не все, да, и там не все продумывать, поэтому нужно качать приложение, понимать точно, что за приложение, чтобы это приложение анализировалось системой, тем же Titan M, вот, Касперский мне сейчас постоянно говорит, что у тебя все приложения защищены, я, ребята, пользуюсь приложениями вообще иначе, по сравнению с огромным пользователем, иногда там смотрят, как я пользуюсь, люди издаются вопросом, а почему я это так делаю, в общем, когда я запускаю любое приложение, и когда оно у меня что-то спрашивает, я, во-первых, читаю, ну, внимательно, а во-вторых, если я не знаю еще, буду я пользоваться этой функцией, не пользоваться, я прям всем всегда говорю, запретить, 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 и вот, когда я начинаю реально использовать это приложение, а не просто установил его, и оно что-то у меня там стоит и обновляется, когда я начинаю там использовать и включать функции, и оно начинает мне показывать, что, слушай, мне вот нужно, Чтобы тогда ты включил геолокацию Или дал доступ к этому Вот тогда я нажимаю одобрить А во время установки, первой загрузки И там просто понятие, что это за программа Я всегда ставлю запретить, запретить, запретить Я лучше запрещу, как говорится А потом в режиме работы уже буду понимать Что именно мне нужно включить Чем я сначала раздам эти доступы И потом буду башку ломать Какое у меня приложение в итоге слило мои какие-нибудь данные То есть про безопасность Apple Security и Android Security У меня есть видео, посмотрите Долгие, но зато очень сильно прокачает Тут можно точно с уверенностью сказать Что Рустор, конечно, идеален с точки зрения сейчас решения для нас Которые у нас санкционные приложения У нас попадают под западные санкции Они выпиливаются из Google Play, из App Store И Рустор решает этот вопрос Или там сайт официальный разработчика Но мы должны понимать, что за этим есть риски Потому что по факту нет дополнительной проверки в виде Google Play А Google Play, размещая у себя в магазине И тоже дополнительно проверяет Не так круто, как App Store Сразу вам могу сказать Далеко не так круто Но все-таки это дополнительный эшелон защиты И то, что он лишен То есть наши сейчас приложения через Рустор Лишены этой дополнительной защиты Это тоже неприятно И знаете, ну как бы И должны вы задаваться вопросом То есть по поводу безопасности И неизвестно еще, сколько, например Реально не очень хороших разработчиков Могут разместить свой вредоносный код через наш Рустор Понимая, что Google Play это приложение уже сейчас Ну условно не поддерживает И сразу размещается у нас в Рустор Поэтому, ребята, думайте всегда наперед Аккуратно Неизвестно, какие сейчас приложения будут попадать в Рустор И в каком количестве И потом через года два Это, например, год выстрелит Потом где-нибудь опять ваши данные банковские И что-нибудь сольется Поэтому в данном случае, да Я искренне надеюсь, что Titan M здесь будет работать Великолепно, классно, шикарно Но точно могу вам с уверенностью сказать Что даже Касперский Даже на самом защищенном Pixel 7 Pro Сейчас оказывается важная штука И если использовать Вот лично для меня Я смотрел там подписка что-то 500 рублей в год Я вообще считаю, что сейчас Если у вас Android Вам нужна подписка 500 рублей, если реально в год Я там посмотрел просто Это мельком Если 500 рублей в год Это точно потратится можно 500 рублей в год Простите меня Два раза не входите во вкусно и точка Но это того стоит Вы точно будете понимать И Касперские красавчики Они в этом отношении Прямо сразу вам показывают И в режиме онлайн все мониторят Поэтому мое заключение простое Еще раз покажу вам сравнительную таблицу Что мне очень важно Что я выделяю из характеристик Считаю, что это тоже для вас Очень может быть важные пункты Телефон мне понравился Несмотря на его недостатки Несмотря на его каких-то прогрехи И в программном обеспечении И в технических моментах Я могу точно с уверенностью сказать Что да, это прекрасный телефон Мне он понравился Да, я наверное буду его брать Но сделаю ремарку Я считаю и остаюсь при своем мнении Что ни айфон, ни любой другой телефон Не должен стоить выше 1000 долларов 1000 долларов Это предельная планка для какого-то телефона Это телефон Это не профессиональное устройство Поэтому можете мониторить цены В технодеус тоже К ребятам заходите на сайт Смотрите Может быть там тоже у них будут распродажи Кстати перед новым годом Сейчас у многих магазинов будут распродажи Поэтому смотрите И что могу точно с уверенностью сказать Что этот телефон стоит вашего внимания Не игнорируйте его Потому что этот телефон Я понимаю прекрасно Что сейчас многие могут писать Он там тротлит и тому подобное Телефоны сейчас нужно, друзья, покупать Так же как компьютеры Под определенные задачи Есть телефоны, которые настроены на игры С расширяемой памятью и тому подобное Там высокая производительность Внешний microSD вы можете подключить А есть, которые настроены на безопасность И функциональность Вот этот телефон В первую очередь настроен На безопасность И на функциональность С учетом нейронного движка И тому подобное Поэтому мое заключение Хороший, офигительный телефон Мне он очень понравился И честно Я не хочу его отдавать Я не хочу его отдавать Он крутой Это устройство мне нравится И вторым телефоном Я бы хотел видеть у себя Google Pixel Именно 7 Pro Семерка тоже хорошая Но мне нравится большой экран Мне нравится водопад Так что я ничего не могу поделать Вот у меня такой отклик в душе Мне понравился этот телефон С вами был Роман Ястреб С уважением к вам И к вашему выбору Выбирайте то, что дает вам внутренний отклик Эмоциональный, душевный И который делает вашу жизнь Чуточку счастливее Так что, друзья Надеюсь, этот ролик был для вас полезен Счастливо И всего вам самого-самого-самого-самого-самого-самого Наилучшего и безглючного Пока Субтитры сделал DimaTorzok